Друзья, вначале я вас попрошу поплыть. Добрый день, дорогие друзья, я рад приветствовать вас в этом зале. Давайте приветствуем друг друга в яркую теплую петербургскую аппаратуру. Добрый день, дорогие друзья, я рад приветствовать вас в этом зале. Следовательского Технологического университета ВИСИС, кандидата пилотических наук Алексея Викторовича Городича. Алексей Викторович, здравствуйте. Добрый день. Все вам, как всегда, на флайне гори, но не выгораем. Мы ставим задачи правильно на восстановку задачи для тех, кто за вами офлайн и онлайн. У вас есть ровно 20. Удачи. Благодарю, спасибо. Еще раз рад всех приветствовать. Те, кто смотрит нас сейчас здесь. Те, кто смотрит нас сейчас, как говорили раньше, с голубых экранов. Меня зовут Алексей Городищев. Да, я доцент, причем нескольких университетов. Когда-нибудь вы можете попасть даже к вам и на лекции. Кто знает, возможно, это станет началом. Итак, почему так названа эта тема? То есть, представьте, у нас сейчас произошло очень много событий. То есть, напоминание на самом деле, я даже хочу начать не с результациям, а скорее с такого напоминания. То есть, я в зале увидел молодого человека, вот сидит в зале на ряду. То есть, у кого какие ассоциации с этим? Пандемия. Да, пандемия, кандид-19, все как есть. Но на самом деле, у обычных людей это ассоциируется просто с инфекционными заболеваниями. То есть, ОРЮ, ОРЦ и все так-то. При этом, я хочу рассказать сразу одну замечательную историю. Студент, не буду говорить, с какого вуза, принес справку, что у него было боль в зале. Окей, что он не был на занятиях. Без проблем. Только есть маленький нюанс. Он сказал, что у него было разгройство желудка. И при этом справка была выдана в городе Кубань. В принципе, курорт Краснодарского окраиля, все, наверное, знает эту шутку. То есть, человек настолько закрутился, что уже даже когда говорил оправдание, он уже не учитывал, что у него все в голове решалось. То есть, это, в принципе, определенная степь выгорания. То есть, человек выгорел отдыханием. Возможно, у него были какие-то такие обстоятельства, я не знаю. То есть, ну, всякая случайность. Тем не менее, рано или поздно, с определенной периодичностью, все мы доходим до такой степени, что мы просто начинаем, говоря простыми словами, пить. То есть, у нас происходит перегруз. Мы начинаем пытаться понять, что от нас хотят люди. В этот момент наше восприятие действительности падает. Производительность там находится ниже клинтуса и так далее и тому подобное. Но, бывает ситуация такого плана. Вот у кого случалось здесь в зале, может поднять руку, может встречать, на моих лекциях можно встречать. А, собственно говоря, у кого была ситуация, то объясняете человеку, вот что-то объясняете. Вы хотите от него что-то сделать, но он говорит, да, сделать. Он даже повторяет то, что вы хотите от него сделать. После того, как он сделал, вы понимаете, что у вас нифига не будет. Вот есть такие ситуации, как бы потом. Да, замечательно. Теперь классическую конфликту отцы и дети. Родители всех понимают. Это относится к любому возрасту. Не всегда, конечно. Так, хорошо. А вы родители? Ну, по их милию, естественно. Мы же не можем говорить. Тогда как. Тоже не всегда. Все правильно. Это не вопрос того, что мы друг друга не понимаем или друг друга даже не слушаем. На самом деле, это вопрос, который раскладывается вот на столько много пунктов. Можно почитать на самом деле, потому что, в принципе, презентация была сделана вот так. Постойте, по-стойте. Кто считает, на какой картинке вас слушают? А или Б? Давайте сейчас просто голосованием, чтобы не стесняться. Кто за картинкой? А. С. Так, хорошо. Ага, замечательно. А кто за картинку Б? Да, в принципе, картинка Б вызывает, на самом деле, больше подлика. То есть, вам все равно кажется, что человек как-то вас прислушивается. Он чуть-чуть задумался или что-нибудь. На самом деле, на обоих этих картинках вас усиленно слушают. Просто здесь люди находятся в равном состоянии. На левой картинке человек не просто вас слушает, он уже озадачивался в вашей проблеме, он не сосредоточен. Он уже начинает выдумывать решения, у него уже баня. Ну, по разным причинам. Здесь вы получите результат гораздо быстрее, но не так, что вам нужно. Потому что здесь, скорее всего, человек выполнит вашу задачу, то, что вам нужно, так как он считает необходимым. У него другой уровень в основе задачи. И здесь, и здесь вас слушают. И даже слышат. Ну, и здесь, и здесь реакция будет разная. И нужно выдавать разные инструкции, чтобы от людей вообще получить то, что вы хотите. И при этом человек не выгодит. То есть, как руководителю, важно вообще, в принципе, если кто-то проходил там топ-менеджмент, основа топ-менеджмента заключается в том, что ваша задача не только поставить какие-то стратегические цели, выяснить какой-то результат, то есть достигнуть каких-то доходов, так далее и тому подобное. Ваша задача еще как менеджер, именно как руководитель, эти задачи вниз спустить, донести до менеджеров среднего земля, чтобы они могли донести эти задачи дальше. И вот здесь как раз вопрос коммуникации. Если задачи донесены неправильно, человек выбирает. Если до вас преподаватель донес задание неправильно, вы выбираете. Потому что вы делаете это. То есть, вы не переспросили преподаватель со своего уровня. Моя ошибка у меня была только на задание. При этом это всегда получается где-то в 5% случаев. То есть, 95% студентов делают то, что я хочу от них получить. 5% студентов всегда делают, чтобы угодно. Не потому что они что-то не услышали или не допомнили. Они помнили, постой. Это все правильно. Потому что у нас у всех есть разные степени восприятия. Мы находимся все на разных уровнях знаний. То есть, с точки зрения религии... Ну, вот сейчас я обращу ваше внимание. С точки зрения религии мы все находимся на разных уровнях знаний. То есть, мы все растем постепенно. Вот эти цепепухопные практики, просвещение и бла-бла-бла-бла-бла. Не хочу никого обидеть. У всех свой путь. То есть, здесь, соответственно, каждый выбирает путь, который ему необходим. Для того, чтобы он мог воспринимать этот мир немножечко по-другому. Это то, что касается религии. Религия вообще такой тонкий инструмент. Я не хочу ее затрагивать, потому что действительно можно кого-нибудь оскорбить. Хотя я лично нахожусь где-то посередине между атеистом, агностиком, немножечко шаманистом и немножечко югубистом. То есть, здесь такая смесь интересная. Позиция науки, она более простая, более близкая к нам. То есть, у нас есть разный уровень восприятия. Причем, даже само восприятие делится вообще, в принципе, на две стадии. То есть, это то, что нужно понимать руководителю, что и вам как подчиненному, и что ваш у вас действительно вообще по уровню восприятия. Это вот базовое восприятие, которое находится в уровне каких-то практически иногда даже чувств, и продвинутый, и вот с ним сложнее. Вот от него как раз зависит, как вас поймут вообще, в принципе, в диалоге. И поймут и вообще. То есть, поймут вас в любом случае, на самом деле, я спешу вас обрадовать, вас всегда понимают, вас всегда даже слушают. Вас всегда слышат. Просто интерпретируют по-своему восприятие другое. То есть, это не к вопросу, мальчики с Венерой, девочки с Марса, или наоборот. Можно это интерпретировать по-своему. Это вопрос опыта. Потому что у нас опыт – это ключ к нашему восприятию. То есть, у нас есть базовый умень, который строится у нас просто на наших ощущениях. И есть продвинутый, который уже строится на опыте. И опыт является ключом восприятия. То есть, опять же, все любят цитаты, все любят подтверждения. Вот вспомните рекламу «Согласные рекомендации ведущих стоматологов, собаководов, собаковедов» и так далее и тому подобное. Либо цитаты в интернете. Ля Ци сказал, хотя нет, я его не цитировал. Будда сказал, или Конфукция сказал. Конфукция этого не говорит. Я читал его трактаты, он это действительно не говорил. Кстати, он это не писал, писали его ученики. Поэтому вопрос, на самом деле, ли он это говорит. Ну, не знаю. Но, тем не менее, конфукцианство у нас в Китае, собственно говоря, процветает. Хотя это вроде как считается ветком бультизмом, но это тоже не точно. То есть, там есть некоторый религиозный спор. И вернемся к нашему опыту восприятия. То есть, у нас у каждого свой опыт восприятия, которым могут манипулировать. Ну, и мы сами манипулируем все-таки с нашими собеседниками. Будем честным выходить на этот результат, который нам нужен. Нам эминистичный. В том, именно в том виде, в котором это нам нужно. А не в котором подумал собеседник, подумал для себя, восстанен, еще что-нибудь. И, соответственно, у нас, когда все это складывается, у нас возникает ощущение того, что мы, в принципе, восприняли мир вот правильно. И наша картина единственная правильная. Ну, так и есть. И потом уже, то есть, вначале у нас реагирует первичное восприятие базовое эмоциональное. И там увидим что-нибудь взаимодействие с каким-то субъектом. Потом у нас включается опыт. Мы начинаем анализировать. А действительно ли то, что мы видим, это на самом деле то, что мы видим? Вот вопрос такой, какого цвета снега? Белый. Еще варианты? Ну, вопрос на самом деле технарян. Вот сейчас. Мирование цвета. Правильно. Белого цвета не существует как такового. Он безцветный. То есть, он, в принципе, наш глаз просто интерпретирует через наш мозг. У нас там вообще фокусировка такая. Довольно сложная. В биологии не будем уговоряться. Но я и психологик-то не очень хотел. Соответственно, наш мозг интерпретирует на основании ассоциаций. То есть, нам в детстве когда-то сказали, что когда вот оно прозрачное состояние вот такого, что оно типа белое, это белое. Все, наш мозг туда закидывает. Белое. Все, он знает, что белое. Кстати, внимательно смотрите на сами. Здесь есть на самом деле поток. О чем я скажу немножко позже. То есть, но самое главное, что мы должны получить в любом виде, когда мы что-то делаем, когда мы что-то анализируем, ставим задачи, когда мы решаем задачи, мы должны находиться в состоянии потока. Мы вообще-то наркоманы, дофаминами. То есть, ну, мы хотим получать счастье, хотим быть счастливыми, когда мы счастье получаем. У нас наступает упадок, потому что у нас в другой гармон вступает бой и, соответственно, нас гасит. Из-за чего у нас упадок сил, соответственно, у нас упадок восприятия и все-все-все. Это химия, биология, кому интересно, может, углубиться туда. По-простому, мы находимся либо в потоке, либо в небе. То есть, если ссылают в теорию потока. То есть, когда мы делаем все согласно нашему опыту, то есть, наш опыт соответствует нашим задачам, нашему восприятию. То есть, мы все восприняли, мы все поняли, у нас наступает счастье. То есть, мы понимаем, что мы делаем, как мы делаем, зачем мы делаем. Все, мы счастливы. Нам не деньги нужны, нам не вознаграждение нужны. Нам нужен процесс. Понятно. Причем здесь я хочу остановиться. Почему понятно? Наш мозг достаточно ленивая машина. Она очень производительная, но очень ленивая. При всех прочих равных, скорее всего, мы уберем путь наименьшего сопротивления. Вот вопрос. Вы регулярно ходите по какому-то маршруту? Вот, грубо говоря, каждый день хотя бы до парада проходите, на лестнице. Для тех, кто нас смотрит из регионов, до подъезда. Мы просто в Санкт-Петербурге, здесь у нас парадная лестница. Ну, подъезда практически не осталось. Музин его там еще пару раз. У нас тут по-другому. И, соответственно, вот вопрос. Вы когда идете до своего дома, вы дорогу запоминаете? Ну, вот, как я вам скажу, знаете, мы прокручиваем, все говорим. Вот, вижу реакцию. Так, у вас уже дорога в автоматике. У вас мозг действует на автоматике. Вы можете, в принципе, закрыть глаза, там, как в квартире, так, где-то метров за 300 до дома. Вы не промахнетесь в эту дверь. Вы еще зайдете в квартиру. Вот, если кто-нибудь что-то перестал, кто-нибудь, когда у вас дома не будет. И вы уставшие. Вы скорее всего наткнетесь на то, кто куда шел, вере с вами. И вот для того, чтобы, в принципе, вернуть немножечко состояние восприятия, ну, как-то форму, чувство привести, есть такое свойство, нужно найти предмет, нужно найти своего восприятия. То есть нужно найти образ. Для того, чтобы вам сосредоточиться на образе, чтобы у вас сенсорика сработала, вот восприятие у вас часть образа на самом деле. Вы можете применять точно такой же прием, как при поиске предметов. Кто знает, какой самый эффективный поиск предметов, вот что нужно сделать, в первую очередь, если вы что-то потеряли? Смотреть на самом деле. Так, еще варианты. Это да. Еще. Вспомнить дивизион в последний раз. Тоже правильно. А самое очевидное и невероятное. Включить фонарик. Друг, понимаете? Включить фонарик и с фонариком в дневном свете. Без смеха попробуйте при свете фонарика попробуйте поискать предмет, который вы потеряли. Вероятность того, что вы найдете быстрее, реально вырастает фраза, это не от освещения зависит. У вас просто пучок света позволяет сосредоточиться. У вас образ как раз, он у вас ограничивается. Вы ограничиваете пучок восприятия, и тем самым вы помогаете своему мозгу не обрабатывать всю информацию вокруг. Это вот как раз то, когда мы свой опыт концентрируем. Концентрируем где-то на какой-то одной точке и применяем. Точно так же будет в других задачах упрощать сюжетчиков декомпозиции. То есть, если вы хотите перелюбивать всех проблем, упрощайте. Почему это актуально для руководителей? У нас большая часть руководителей, сейчас не скажут, да, нет, ты не прав. Я вам как директор говорю, у нас большая часть руководителей хотят быть котиками, у которых лапки, и они ничего не хотят делать. Особенно актуально для госорганов, которые вы говорите, это просто спускается директива сверху. Все, дальше никто не разбирается, поняли вы или не поняли. Директива спущена, выполняйте. Турководитель сказал, все, поехали. Делайте, что хотите, оно должно быть выполнено. Причем еще все. И тут начинается первая часть. Восприятие как вообще перцепт. Это вот одинаково. То есть, перцепция, перцепшн, это вот от латыни, от английского, там, как хотите. То есть, у нас есть несколько уровней восприятия. И вот мы вначале просто воспринимаем предмет, объект, задачу, все, что угодно. Вот только после этого, мы вначале восприняли на базовом уровне, у нас начинается селекция. Мы начинаем его раскладывать на всякие компоненты, составляющие и так далее, и тому подобное. То есть, это уже второй партнерный уровень. Но он у нас наступает только если у нас хватает знания. То есть, определить эти горы, предметы, определить объект, определить вообще, в принципе, о чем сейчас речь. И вот тут сейчас, ну, вернемся все-таки вот сюда, я вам приведу другой пример. Вы когда-нибудь ходили в кино с кинорежиссером? Нет. Хорошо, поисторический фильм с историком и конструктором. С дизайнером пробовали гарантии картинках? Да. Так, хорошо, пробовали в оперу сходить с музыкантом? Да. Замечательно. В чем разница? То есть, если вы обычный человек, он будет участили вас, или как-то по-другому, даже так. Комментарии были. Вот. Вот. Вечевое. Когда человек находится в среде, к которой он привык, и когда он понимает, что вообще происходит, у него раскладывается восприятие, он уже отнес к разным категориям. Он разложил музыку на партитуру, он разложил весь фильм, сюжет, линию, какие у нас ближний, дальний кадр, соответственно, свет, как поставлен картинка, там все, он это все скомпоновал у себя в голове, ему все понятно, он кайфует, он в потоке, а вы нет. Ну, потому что это не ваша стерзация. Это нормально. Потому что у вас задачи разные. Ну, собственно говоря, у нас главная проблема заключается в том, что разные задачи разным уровнем. То есть мы, когда ставим себе даже задачи, мы не понимаем, на каком уровне мы себе задачи ставим. У нас для разных экспертных областей, то есть вот все говорят, эксперт, 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 и в какой-то области все правильно. У него в этой области уровень знаний выше, чем у вас. Это не означает, что вы там не дружите с головой, или еще что-нибудь, у вас все хорошо. И у него все хорошо. Просто он в этой области эксперт. Ему можно давать задачи выше уровня. То есть вот задача, на самом деле, ну, базового на самом деле 4 уровня, их даже 5. Ну, так вот, первое, выполнить алгоритм. Это самое простое, это то, с чего начинают детей помыть посуду. Но алгоритм звучит по-другому. Взять грязную тарелку, донести до раковины, включить воду, намылить губку, после этого сполоснуть тарелку, вынуть из-под крана, протереть губ кислым раствором, убрать губку, вернуть тарелку под кран, промыть, просушить, и так далее, и то подобное. То есть это вот целый алгоритм действий, который ребенок выполняет, понимая, как это есть. Он запоминает этот момент. Так вот, для подчиненных низкого, самого низкого уровня, скорее всего, вот это самое оптимальное. Когда дана подробнее инструкцию по шагам, есть проблема, правда. Как только инструкция заканчивается, все, алгоритм прерывается. То же самое есть со студентами. Мы одну коммерческую копию заказали у предприятий с большей деньгой. По расчету рекламного бюджета. Разместили ее в интернете, все нормально, чтобы студенты могли к ним доступ получить. На первой странице написано. Тара-та-та, для расчета рекламного бюджета выделено, запомните, вот это, вот это, вот это. Только на второй экране, на втором экране ссылка на сам бюджет. Из 300 человек, а вы думаете, сколько я считал бюджет? Трое. Потому что не было написано, проясни, смахни, на следующей странице ссылок. Инструкции не было. Все просто. Они эту задачу не решали, не понимали. Вторая задача, решить задачу, достичь цели. Когда вы четко понимаете, у вас цель, задача, результат. Это проект. Любой проект. Есть цель, есть результат, есть путь его достижения. Третье. Преустренить проблему. Течет кран, найди сам решение. Надо боюсь картинку, найди сам решение. То есть правильно привести проблему, задачу. А вот четвертую, это стратегическое мышление. Это когда вопрос обозначает. Ты знаешь, у меня не проблема. А ты уже прокладку купил, кран починил. Ты уже рассчитал риски, что если воню, все, то бил к человекам собачьим. И ты это решение уже сделал. Или начал применять. Попытаться на третический уровень. Так вот. И на поцикане, по умолчанию считая, что вы все находитесь на третьем и четвертом уровне. Что вы отебеете, как понимаете, все области, проблемы, можете их сами поставить задачами. Это не так. То есть почему курсы не работают? Они работают, они не на вас рассчитаны. Нужно начинать со зол, потом подниматься вверх. Все нормально. Вы дорастете. И соответственно уровень комфорта. Он у нас либо уволит в страх, либо не уволит. Упрощайте, чтобы не бояться. Вы сейчас на том уровне, на котором нам дальше будет проще. Поэтому не прощайте задачи, идите по алгоритму и все будет хорошо. На этом все. Спасибо вам большое. Надеюсь. Спасибо. Позитивно. И вам приятно поставить на то, что для начала сейчас, вместо очаровательной беседки, мы все-таки покажем QR-код ваш личный, персональный, по которому, пройдя, люди попадутся на специально созданную страничку. Да, пожалуйста, скадируйте. Не переходите по ссылке. И нам очень важно ваше мнение. Обращайтесь не только в оффлайн аудиторию, но и в онлайн зрителям. Пожалуйста, проходите по ссылке. Там всего 5 пунктов, по которым мы предлагаем вам оценить каждого нашего лектора. В данном случае Алексея Городищева. Десятибальная шкала. Именно так мы ищем лучших из лучших лекторов нашей страны. Помимо того, что вы оцениваете, голосуете, можно задать любой вопрос каждому нашему эксперту. Если сейчас у зала есть какие-то вопросы, реплики, с чем-то вы были согласны, не согласны, есть что ответить, что добавить. Пожалуйста, не стесняйтесь, поднимайте руку. Да, пожалуйста. Во втором ряду. Добрый день. Ваш вопрос. Добрый день. Меня зовут Альбина. Про теорию потока. Конечным итогом является счастье. А как мы вообще поймем, что мы уже вошли в этот поток? Какие у вас промышлены изначально? Да, изначально у нас мы все проходим через... Не вот эти вот 5 стадий предметов.